Мой любимый уголок для души в Буэнос-Айресе. Давайте сегодня поговорим о ваших хобби и о моем в том числе. Если посмотреть каналы блогеров, которые пишут или рассказывают об эмиграции, то чаще всего мы видим именно практические советы, как переехать, как открыть свой бизнес, как сделать документы, как снять жилье и так далее. А о психологической стороне эмиграции очень мало кто рассказывает, а ведь на самом деле это одна из самых главных проблем в эмиграции, потому что зачастую из эмиграции возвращаются обратно на родину это те, кто не справился именно с психологическими аспектами. Поэтому сегодня я с вами бы хотела поговорить на такую тему, как хобби в эмиграции. Это то, что вас может спасти. Иногда можно услышать мнение, «Господи, тут столько проблем! С утра до вечера носишься, как белка в колесе!» О каких хобби может быть речь? И вот сегодня я мало того, что хотела бы вас познакомить со своим, одним из моих хобби, у меня их здесь несколько в эмиграции, и пригласить в свою творческую студию имени меня любимой, и только она для меня. Но сегодня я вам в конце этого ролика разрешу подсмотреть. Ну, там тоже вот немножко поставила сзади. Покажу, где я все покупаю для своего хобби. Да, ну, сразу же понятно, что то, о чем я сегодня буду рассказывать, я буду рассказывать о своем хобби рисования акварелью. В следующем ролике, если этот ролик вам зайдет, расскажу о других хобби. Вот, расскажу и покажу. Мы с вами вместе прогуляемся в магазин, где я все покупаю для своего хобби и так далее. Вместе порисуем с вами. Поэтому смотрите видео до конца, подписывайтесь на мой канал. Можете сразу, пока начали смотреть, уже поставить свой лайк, комментарием поприветствовать. Это помогает продвижению моего канала. Вам не сложно, а мне приятно. Итак, давайте все-таки поговорим, для чего нужно хобби в эмиграции, и нужно ли оно здесь, когда и так столько много проблем у людей возникает при переезде. Итак, вот что я думаю на эту тему, основаясь на моем опыте трех эмиграций, основываясь на опыте эмиграции моих подруг, моего сына, у которого отдельная от меня тема эмиграции, мы с ним никогда в эмиграции вместе не жили, и в этом году мой сын уже отмечает 10 лет в эмиграции. Ой, сколько у меня, там уже, наверное, в общей сложности порядка 14 лет, если считать все эмиграции, хотя я обычно говорю о двух последних, и это, которые составляют 12 лет. Поэтому я считаю, что имею право рассуждать на эту тему. Итак, для чего нужно хобби в эмиграции? Ну, прежде всего, если у вас какие-то хобби были у вас на родине, и когда вы переезжаете в новое место, то для вас вот эти хобби, они являются как бы ниточкой с вашим прошлым, ниточкой с вашим дому. И когда вы садитесь заниматься тем, чем вы занимались ради удовольствия дома, у себя на родине, то вы как бы вот эти вот ощущения дома, их переносите в новое место. Я когда переехала в Аргентину, не сразу, правда, но со временем я снова начала вязать. Я вяжу примерно с 5-6 лет. То есть я помню, еще я в школу не ходила, мама меня забирала из садика, мы с ней вместе шли на курсы по вязанию, потому что меня просто было некуда деть, наверное, или может так близко было. И вот я научилась вязать еще до того, как я пошла в школу, то есть еще до того, как я начала писать. И до эмиграции в Испанию я все время вязала. Я и когда в Испанию приехала, я тоже по инерции вязала, это был привычный для меня процесс, но столкнулась с тем, что в Испании такая пряжа дорогая, что я решила, нет, это какое-то, это просто разорение для семьи, и по большому счету даже времени не было. То есть я там что-то для себя связала, для Испации своего связала, друзьям связала, и на этом закончила. А когда переехала в Аргентину, как-то тут у меня возник какой-то тоже эмоциональный вакуум, возник у меня, и по времени было очень много времени, как раз это было, когда уже закончился в прошлом году большой летний сезон, началось в межсезонье. Как-то мимо шла, в магазина увидела нитки, которые очень там подходили под мой ярко-синий диван, и я вот их купила, начала вязать, и уже прям не могла остановиться. Кто за мной следит на Фейсбуке, знает, у меня уже 4 ковра в доме, которые я связала собственными руками, что я свяжу сейчас. Если вам интересно, пишите в комментариях, сделаю об этом следующее видео. Вот, для чего еще нужно хобби? Если вы идете в какие-то творческие кружки, для вас это, то есть не дома сидите занимаетесь, а именно идете куда-то, в творческие студии, в спортивные клубы, то это прежде всего для вас еще знакомство с новыми друзьями. Новые друзья, как раз они помогают преодолеть вот эту бездну одиночества, с которой сталкиваются очень многие мигранты, которые приезжают одни в эмиграцию, то есть без семьи. Вот как я собрала чемодан, купила билет и в первую поехала. Я приехала одна, ни друзей, ни знакомых, никого. И как бы здесь все налаживало, все свои контакты, связи с нуля. Я уже делилась, как я это делала. То есть я заехала, я в первый же день познакомилась с соседями по подъезду. Я пошла, познакомилась сразу рядом с домом. Внизу у нас овощная лавка. Я там представилась, кратко сказала, кто я, откуда я, и то, что я теперь здесь живу. Я ваша новая соседка. Я пошла в кафе напротив, где тоже познакомилась хозяйка этого кафе. Тоже сказала, откуда я, кто я. Ну, чтобы люди ничего там не домысливали за меня. И это уже хоть какие-то контакты. Люди сразу говорят тебе, да, потому что аргентинцы, они очень приветливые. Если у тебя какие-то вопросы, ты подходи, спрашивай, потому что мы здесь живем, а ты здесь новенькая, чтобы никуда не вляпываться и там избежать проблемы. Ты приходи, ты спрашивай, ты не стесняйся. Всегда какая-то нужна помощь, проси. Поэтому это, да, тоже вот один, как из советов в эмиграции, обязательно знакомьтесь со своим ближайшим окружением. Вот. И когда, если у вас, вы, например, живете в каком-то огромном доме, где люди там, может, не здороваются с собой или где-то в поле живете, бывает, тогда там в частных домах или там кафешек рядом нет и так далее. Ну, то есть вы не знаете, как обрести новый круг знакомств. Идите в студии по интересам. Неважно, какие они будут, эти студии, русскоговорящие их будут держатели, местное население. Во-первых, вы, кроме того, что начнете обзаводиться друзьями, у которых с вами общие интересы, да, ну вот, если человек спортивный, ему там до творчества вообще не интересно, вряд ли он пойдет в театральную студию, да, он предпочтет пойти в спортклуб, там, где занимаются люди, которым тоже спорт интересен. Соответственно, вот вам и будут общие какие-то интересы. И наоборот, там в театральную студию идут люди, которым интересно искусство, интересно какая-то там творческая самореализация и так далее. Опять же, вы обретаете друзей по интересам. Еще раз повторюсь, неважно, на каком языке будут эти клубы, да, если это будут русские клубы, потому что вы просто еще не знаете языка, отлично! Если вы уже хоть немножко говорите на языке той страны, в которую вы приехали, идите в клубы вместные. Вот как это сделать? Очень просто. Вот, например, живу я вот этой деревне Сан-Исидро под Буэнос-Айресом. Я захожу на страницу муниципалитета Сан-Исидро и нахожу там информацию, где есть абсолютно перечень всех клубов, всех студий, всех развлечений, какие только здесь есть. И выбираю себе по интересам. И дальше вы идете в такой клуб, и вы еще обретаете не только новых знакомых, вы еще обретаете уникальную практику языка. Потому что я всегда топлю за то, что при возможности на первом этапе огородить себя от общения с соотечественниками и начинать общаться с местными аборигенами. Вам это поможет для более быстрой социализации. А для чего нужна социализация? Чтобы чувствовать себя комфортно в новой стране, чтобы наконец-то пришло чувство дома. Потому что, ну, как я считаю, это самое главное в психологическом аспекте. Это чувствовать себя как дома в новой стране, куда вы приехали. Но нет ничего страшного идти в эти клубы, которые организуют ваши соотечественники, которые говорят с вами на одном языке. Потому что, если вы не говорите на языке страны еще, учить его нужно обязательно. И только из-за этого вы ни с кем не общаетесь, потому что вы там по каким-то причинам озлоблены на своих соотечественников. Да, это не мои домыслы, это то, что я чаще всего читаю в интернете. Когда в группах там пишут какие-то просьбы, что-то подсказать, и каждый второй комментатор считает за право написать ни в коем случае, не общайтесь с русскими, не общайтесь там с соотечественниками, вас всегда обманут, вас будут только использовать и так далее. Если вы не говорите на местном языке, вы должны общаться с соотечественниками хотя бы для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, потому что чувство одиночества, чувство какой-то отстраненности вообще от жизни в эмиграции, оно может довести до очень плачевных результатов, вплоть до суицида, потому что есть такие случаи, многие о них знают. Поэтому в данном случае, конечно же, чтобы не было этой пустоты, чтобы была возможность поговорить с кем-то, разделить там свои удачи или неудачи, провести совместное время, потому что все равно мы все плод социума, и поэтому общение, оно необходимо, поэтому идите туда, где организовали какие-то свои клубы русские, и в этом абсолютно нет ничего криминального. Кроме того, некоторые хобби, увлечения некоторыми хобби, могут позволить вам прикоснуться к местной культуре. Ну, например, возьмем Аргентину, да, прежде всего, с чем ассоциируется у многих аргентинок? Танго и футбол. Ну, идите вы, занимайтесь танго, найдите классы танго, они тут есть просто абсолютно на каждом квартале, даже если раньше вы никогда не танцевали, но у вас была такая мечта, идите танцуйте, приобретите себе новое хобби, да, хобби не обязательно должно быть то, которое у вас было раньше на родине, оно может быть новым. Вот вы приехали в Аргентину, Аргентина для вас это танго, идите танцуйте танго, Аргентина для вас это футбол, идите и запишитесь в футбольный клуб, играйте. Если вы переехали, например, там в Индию, и там очень популярны какие-то индийские эзотерические практики, ну, окунитесь в них и так далее. Абсолютно в каждой стране есть какие-то местные особенности, местные особенности культуры, да, идите, прикоснитесь к этому, начните этим заниматься. Кстати, напишите там вот внизу в комментариях, кто при переезде приобрел какие-то новые хобби. Кстати, я рисовать начала в эмиграции. Вы, наверное, видели мой предыдущий ролик, мое интервью с Кирой Мамонтовой. Когда я у нее побывала несколько раз в гостях и увидела ее картины, я поняла, я хочу рисовать, я хочу рисовать примерно так же, как Кира Мамонтова. Я хочу вот эти вот красивые флористические картины, чтобы украсить вокруг себя всю свою жизнь. Раньше я не рисовала, но мне нравился этот процесс в детстве. Вот, у меня была подружка, которая замечательно рисовала, и вот нам с ней всегда поручали рисовать стенгазеты в школе. Но основным художником была Света, а я была так, на подтанцовках, иногда где-то какой-то штришочек поставить. Но дома втихаря от всех я всегда рисовала одну картинку. Это был попугай, сидящий на веточке монстеры, потому что у меня это получалось. Кстати, недавно я вспомнила об этой своей детской картинке и что-то подобное нарисовала. Но поскольку я вот живу в тропиках, а, ну да, картинка тоже была тропическая, тоже у меня вот что-то в этом роде. Вот такую картинку я в детстве могла рисовать примерно каждый день. И вот здесь я ее нарисовала, причем, когда я ее начала рисовать, я даже об этом факте не помнила. А когда я ее нарисовала, и тут мне приходит Лена, боже, ты же когда там в школе училась, в средней школе, ты рисовала постоянно попугая на веточке монстеры, потому что это единственное, что у меня получалось. И, а, да, кстати, еще очень любила в детстве рисовать эта дорожка, да, уходящая куда-то за горизонт, потому что у нас на уроках рисования в школе черти чем занимались, там, разговаривали, мы практически не рисовали. Единственное, что у нас научили рисовать, это дорожка, уходящая за горизонт. Кстати, тоже вот недавно смотрела уроки моей первой учительницы акварели Анастасии Зуевой, которая сейчас живет в Барселоне, а сама она из города Краснодара. Кстати, я оставлю ссылку на ее канал, поскольку мне очень нравится, как Настя рассказывает именно как рисовать для тех, кто начинает рисовать. Кстати, свои первые-первые уроки я брала у Насти, когда я жила в Испании, но поскольку мы жили на расстоянии почти тысячи километров друг от друга, там этих уроков два-три может было не больше. И, кстати, одна из картин, которую я с ней нарисовала, она со мной приехала в Аргентину, кстати, надо поискать, где-то она среди моих книг находится. Вот, а тут вот недавно вместе с Настей нам уроком вот рисовала такую картиночку, горизонт, водичка на переднем плане, примерно то же, что когда-то в детстве. И вот, когда я такие картины рисую, сразу всплывают какие-то воспоминания, какие-то факты из моего детства, которых я уже давно-давно забыла. А ведь детство в наших воспоминаниях, ну, детство это всегда самые, наверное, приятные воспоминания, для любого человека, хоть он в эмиграции, хоть он всю жизнь живет в своем родном городе, в своей родной стране. Почему еще очень важно заниматься в эмиграции хобби? Дело в том, что мы в эмиграцию едем для того, чтобы улучшить свою жизнь. Ну, согласитесь, да? То есть мы же не едем в эмиграцию с целью жить хуже. Мы едем в эмиграцию с целью улучшить свою жизнь. Кто-то финансовую, кто-то, не знаю, личную жизнь, кто-то в психологическом плане. У каждого своя мотивация улучшить свою жизнь, сделать ее более качественной, перевести на более высокий уровень. Так вот, не нужно поэтому превращать свою эмиграцию в сценарий жизни, да, работать от рассвета до заката. Всегда в нашей жизни должна присутствовать нотка какого-то удовольствия. вот эта фраза, которой я научилась в Испании, как правильно жить. Нужно наслаждаться жизнью. Дисфрутар, как говорят испанцы, у них, о чем мне начинаешь говорить, дисфрутар, наслаждаться, все, жизнь дана для того, чтобы наслаждаться. Наверное, поэтому у испанцев самая высокая продолжительность жизни в Европе и одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире. Кстати, ролик на эту тему у меня есть, когда еще жила в Испании года три назад. Короче, помню, во время пандемии я его снимала на красивом фоне он, поэтому поищите, зайдите в мои видео, посмотрите секреты долгожительства испанцев. И, как один из главных аспектов, я там рассматривала именно умение наслаждаться жизнью. Ну, а кроме того, у многих есть те увлечения, которые просто улучшат вам качество жизни, улучшат ваше здоровье. Вы, конечно, понимаете, что это касается прежде всего тех, кто занимается спортом, кто ходит на танцы, кто занимается йогой, медитациями, психологическими практиками и так далее. Мы настолько все разные и круг этих интересов может быть настолько разный, что вот я даже не смогу охватить и сразу вспомнить все эти аспекты. Ну и еще очень важный фактор в том, что достаточно у большого процента эмигрантов их хобби становится их главным и единственным финансовым источником в их жизни. Вот так мое увлечение путешествиями в свое время стало моей профессией. Правда, это наложено на мое основное образование. Кто не в курсе по основному образованию, я географ-геолог, и вот это мое основное образование было наложено на мое увлечение путешествиями, так это вылилось в мою профессию. А посмотрите, сколько людей в эмиграции зарабатывают теми же уроками рисования или продажей их картин, да вообще уроками того, что они умеют делать. Очень много людей в эмиграции кто увлекается спортом зарабатывают индивидуальными тренировками и так далее. Очень много девочек в Европе кто вяжет, занимается различным рукоделием, шьет, какие-то подделки невероятные делает, керамику и так далее. Спектр огромнейший, мыло варят. Вы можете смеяться об этом, а люди на этом неплохо зарабатывают, вполне себя комфортно чувствуют и им вообще по барабану что вы думаете на эту тему. Не все же любят ходить в офисы, работать на дядю. Хобби вполне может стать вашим основным источником. А теперь давайте я вам покажу магазин, в котором я покупаю для себя все для рисования. Кстати, я знаю, что в Буэнос-Айресе есть другие магазины. Возможно, вы поделитесь со мной, кто увлекается рисованием или какими-то другими, другим рукоблудством. Вы со мной поделитесь, где и что вы покупаете. Я покажу тот магазин, которым покупаю я. Я на него набрела во время экскурсии с туристами, а потом еще начала в интернете искать, где и что мне купить. А я опять натолкнулась на этот магазинчик, сделала у них заказ. Кстати, заказ сделала после обеда, где-то часа в два сделала. и в 7 вечера, 5 часов прошло, заказ мне уже привезли. Сделала закупку в магазине, который находится в Буэнос-Айресе. У меня, по-моему, в шортах есть этот ролик. Сделала закупку в 2 часа дня и всем вечером мне уже доставили. Почему в этом магазине? Опять же, связь с домом. Не знаю, видно, нет. У меня большая часть всего. это наша питерская невская палитра. Красочки у меня санет. Кисточка тоже, как видели, невская палитра. Что у меня тут еще есть? Акварелька. Так, знаете, приятно, когда открываешь посылочку с товаром, который здесь же в Аргентине купил, да, а тут вот все, все на русском языке. Вот, поэтому я хожу в тот магазин. Тут еще у меня вот красочки. тоже невская. Купила акварельные карандаши белые ночи. Покупала, кто увлекается акварелью, знает, что акварель белые ночи лучше, чем санет, но у меня просто с собой из Испании были привезены акварельки Ван Гога, вот, поэтому санет я купила из-за дешевизны, потому что увлечение акварелью это очень дорогое увлечение, особенно бумага просто здесь сказочно дорогая, краски тоже сказочно дорогие. У меня вот на вот этой акварельке, которую я привезла с собой Ван Гога из Испании, случайно сохранился ценник, потому что она была запакована и не открыта, вот ценник там был 22 евро. Точно такая же палета, здесь вот в этом магазине, в котором я все покупаю, стоит 78 долларов, да, почувствуйте разницу в три раза. А что касается хорошей бумаги, вот вчера я хотела сделать съемку для вас, тоже купила себе хлопковую бумагу, где-то у меня в другом месте лежит, хлопковую бумагу себе тоже купила, стопроцентный хлопок, тоже Белые ночи, потому что другие марки по 100 долларов за 10 листиков я пока не готова покупать, потому что я рисую для себя, это хобби у меня бесплатное, я на нем не зарабатываю, оно мне просто помогает погрузиться в мое детство, оно мне помогает медитировать иногда, потому что иногда, когда не получается, там не до медитации, ну, зависит от того, что я рисую, да, вот, например, вчера за вечер я нарисовала в одной технике, вот, и сегодня я вам покажу, как это я рисовала, там, 4 картинки, просто они все одинаковые, там, оттачивала их одну за другой, сначала так нарисовала, это просто техника акварели, когда просто мазюкаешь красочками и что-то из этого получается, в данном случае это лес и полянка, да, там на следующий я уже чуть-чуть деревья прорисовала, вот, в этой же технике я просто полянку нарисовала, это всегда получается, и такая акварелька, потом еще тоже на днях рисовала, просто мазюки-мазюки такие абстрактные, вот, это то, что помогает медитировать, это просто красочки смешивала, это акварелька, это не просто взял и начала рисовать, акварель иногда рисует сама за себя, а вы можете ее только направлять, вот, а есть какие-то работы, которые я делаю, которые уже идут с тщательной прорисовкой, и тут иногда может что-то не получаться, и тут, конечно, не всегда медитация, то есть, вот, как в данном случае, пока там кактус, цветочек рисовала, а полная медитация, потому что я начинала кактусы от простого рисовать, постоянно усложняя тему кактусов, которая меня затянула, я знаю, что кактусы у меня будут иди мои первые кактусы, это пошла потом полная медитация, вот, ты сидишь, раскрашиваешь, так красиво, так интересно, видишь результат, как это все смешивается, получается, от этого полный кайф, потом начала уже с большей проработкой следующий этап, но тут тоже как бы кактусики пока рисуешь, всякие цветочки, все классно, потом видишь результаты, боже, это я, это я смогла на шестом десятке, никогда ранее не рисуя, конечно же, это приносит полный кайф, а потом Лена взялась, я сразу поняла, что это для меня будет сложная работа, а вот это я подсмотрела у одного японского художника, и пока там цветочки рисуешь, кактус рисуешь, все классно, а когда дошло до заливки фона и референс, которого я рисовала, там фон более, конечно, сложный, что-то я там не досмотрела, пошла просто заливать, и, конечно, получилось все очень ужасно, и тогда, конечно, уже это не расслабон, и тут уже, конечно, иногда может настроение или аниме, как говорят аргентинцы, испанцы, немножко понизится, но нужно просто к этому относиться немножко как бы просто к получению удовольствия. Короче, идемте, сначала я вам покажу магазин, в котором я все покупаю, а затем я вам покажу, как я рисую. Магазин Каталинас называется, в котором я делаю все свои закупки для рисования. Находится он по Авенида Кордоба, всего в двух или в трех кварталах от торгового центра галерея Спасифика, это 800 или 900 номера квартал. И когда вы заходите туда вовнутрь, это все, вы пропали. Здесь есть абсолютно все, огромный ассортимент марок, производящих все для художников, хорошие мировые профессиональные марки, видите, особое место, здесь уделено Невской палитре, есть ассортимент, что касается акварели, мне кажется, это вообще абсолютно все, на той неделе, когда я заезжала, мне там объясняли все новинки, какие вот только вышли в России, уже все закуплены, все в пути, поэтому от новинок они не отстают. Ассортимент кисточек, в том числе тоже Невской палитры, где Невская палитра написана, все номера, все формы, все в этом магазине представлено, Невская палитра тоже, шикарные кисточки, это будет моя следующая покупка, и вот акварелька есть как в тюбиках, так и в куветках, и тут уже глаза заглядущие, ручки загребущие, когда прохожу мимо этого магазина обязательно захожу и что-нибудь себе новое покупаю, так что кошелек здесь берегись. А, кстати, может возникнуть вопрос, кто хозяин магазина, да, хозяин магазина потомок украинских эмигрантов, но уже не по-русски, не по-украински, его хозяин Даниэль не говорит, только по-испански. Это вот бумага для акварели, тоже Невская палитра с разным содержанием хлопка, есть чистая целлюлоза, есть с разным процентным содержанием хлопка, есть стопроцентная. В эту свою поездку я себе купила также бумагу стопроцентный хлопок Невской палитры, и видите, есть бумага абсолютно разных марок. это огромный стенд красок марки Виндзор и Ньютон, да, первая профессиональная акварельная краска, тоже очень большой ассортимент бумага, тоже есть этой марки. Здесь более дорогие марки бумаги продаются, пока еще на нее я себе не могу позволить разориться. Маркеры, карандаши. Заглянула еще в один отдел кисточек, а их вот такая собачка хозяйская сторожит. Правда, этот отдел перекрыт, туда самостоятельно зайти нельзя, потому что каждая кисточка это целое состояние и посмотрите какое здесь море профессиональных кисточек это все дорогие марки здесь представлены и вот еще здесь также маркеры есть невской палитры красочки невской палитры карандаши все невская палитра прям душа радуется а это моя любимая марка ван гог здесь пока я ее не покупаю поскольку в аргентине она очень дорогая но у меня есть палета привезенная из Испании в палетах тоже есть в этом магазине ван гог ну а теперь давайте к самому интересному приступим к рисовашкам разбавляю разные оттенки зеленого теплые холодные смешиваю с коричневым с охрой сейчас буду рисовать лес за 10 минут и тут уже главное ничего не бояться ни в чем себя не сдерживать и понеслось смешивая разные оттенки зеленого сколько вот когда так рисуешь понимаешь сколько же все таки природа дает оттенков поскольку это лес в лесу кстати очень тяжело фотографировать вот есть такие кто фотографирует в лесу вот в зеленом летнем лесу когда там миллион оттенков зеленого потом домой приходишь с камерой скачиваешь фотографии видишь какое-то непонятное сплошное изумрудное пятно всегда почему-то у меня в холодных оттенках фотографии получаются если в чаще леса снимать зато вот когда берешь в руки кисточку тут ты уже себе можешь позволить все как хочешь ты а не то как получается у твоей капризной камеры тут главное наслаждение а если хотите просто немножко погрузиться в детстве в детстве главное ни в чем себя не сдерживать и устранить все страхи и зажимы это в рисовании самое главное когда полностью отключаешь голову и вот такой стиль рисования без прорисовки по большому счету там прорисую пару цветочков потом в конце а так просто вода краски бумага соединяются друг с другом и сами что-то рисуют а наша фантазия пусть уже дальше дорисовывает если кому-то каких-то деталей не хватает за это мне и нравится акварель за ее непредсказуемость и за то что можешь отпустить фантазию летать фантазия Субтитры создавал DimaTorzok Самое любимое занятие акварели это брызги. Практически брызги шампанского. Видите, пару ударов кисточкой и у нас уже цветочки. Сначала красные, потом желтые. Пару секунд и цветочная поляна готова. Чтобы было понятнее, несколько цветочков можно прорисовать. Сначала вот желтой краской. Теперь я взяла белую гуашь. У меня есть тюбик белой гуаши. Кстати, рядом с домом у меня тоже есть очень маленький магазин для художников. Но с огромнейшим ассортиментом. Там чуть ли полки не на потолке все стоит. Вот там купила себе гуашку. Это у меня какая-то японская кисточка. Люблю ее для прорисовки мелких деталей. И потом в эту же белую гуашь я могу добавить немножко белой, ой, желтой или красной акварельки, чтобы и других цветов, цветочков добавить. И вот тут тоже уже сколько душе угодно, можно хоть абсолютно всю поляну вручную прорисовать каждый цветочек. Насколько хватает у вас желания этим заниматься? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Ну и в результате, что у меня сегодня получилось. Вот такая вот картинка. Результат мне очень понравился. Все, что я хотела, я сделала. Самое главное, я получила кайф от смешивания красок, потому что в акварели для меня это самое важное. Давайте посмотрим другие мои рисунки. Поскольку я человек, много работающий в винном туризме, то вот мне очень нравится рисовать виноград. Вот. Это мои кактусы. Как только я купила краски, у меня в тот же день зацвел мой кактус, поэтому первое, что было в моем рисовании, это я нарисовала свой цветущий кактус. Вот этот вот он тогда очень красиво цвел и радовал меня. Десять дней было время нарисовать. И потом уже пошла таких вот кактусов усложнять, усложнять. И вот на темном фоне. Когда вот так вот рисуешь и наблюдаешь свой процесс совершенствования, да, там и каких-то примитивных, как ребенок нарисовал, как этот там открыточный, так уже до более интересных работ. Вот. И сразу так приятно на душе. Это же я сделала, я смогла. А это я попробовала изобразить две моих самых любимых фотографии, которые я сделала в декабре в Барелочи. Река Лимай. И вот тут цветут люпины. Одна из моих очень любимых фотографий, сделанных. А здесь цветет дрог. Кто смотрел мое предыдущее видео, он как раз был с этих мест. Это разного рода ботаника. Изучаю всякие техники рисования, прорисовки и акварельных эффектов. Правда, акварельных эффектов здесь не так много. Это не то, что я хочу рисовать. Но я сейчас пробую абсолютно все, что мне больше нравится. Пока, конечно, у меня в лидерах это кактусы и виноград. Ну и цветочки тоже. Это освоение разных акварельных техник, от которых, во время рисования которых, больше всего получаешь кайф. Вот эти все абсолютно рисунки, которые здесь у меня есть, это я делала по видеоурокам Насте Зуевой. Ссылку на ее канал я прикреплю внизу. Если кто-то хочет научиться рисовать акварелью, очень рекомендую делать первые шаги. С Настей очень хорошо. Она очень хороший преподаватель. Ну и на этом у меня сегодня все. Делитесь в комментариях, какие хобби вас увлекают, чем вы себе доставляете удовольствие в эмиграции, не в эмиграции. Неважно, как вы проводите свое время с интересом и с пользой для души. А на этом у меня сегодня все. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена Вивас. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры сделал DimaTorzok